итак всем привет с вами конного аня раз два три четыре поехали дальнейшие новинки на моем канале которых не было до этого ни разу так значит сила кисть для консилера потому что кисти для помады куда-то улетучились у меня где-то я их постирала куда-то потеряла и так мои хорошие ну что же дальше что у нас пойдет это глянец для губ персиковый и розовый значит розовый у нас идет с артикулом 203 445 вот они в таких коробочках приходят красивеньких и вот этот вот кстати цвет у этого если вообще не совпадает то этот прям молодец в этот раз неплохо ну что ж давайте будем пробовать значит можно его конечно же набирать пальчиком можно набирать таким вот образом тут уже как будет удобно и так вот такой вот он нежный классный такое чувство что у него тут какие-то крапинки есть аромат что-то такое легонькая приятненькая очень даже приятненькая ну и следующий это персиковый 203 444 он идет немножечко поярче покажу близко их еще как они нанеслись то есть он знаете такой тверденький тверденький я бы сказала его надолго хватит хорош такой прикольный вот он ведь набирается не так-то уж и просто то есть такой надолго хватит вот они идут такие вот полу просвечивающие что-то такое приятное однородное симпатичное вот конечно наши кисточки для нанесения помады блесков и так далее они у нас идут с крышечкой очень классные и они подойдут вот именно для этих вот гляньцы глянец для губ так по традиции буду все показать на себе и так такой вот розовый его практически не видно если бы это было не новинкой я бы про него знала или кто-то из других блогеров у него снял я бы его не купила если честно потому что он такой нет он клёвый он классный даже как будто увлажняющий губы не липнут суперский так прям блестят здорово но я просто просто не уже кучу помад из-за этого а так он стоящий симпатичный очень даже если честно не хочется его с губ убирать он реально такой приятный мне нравится кстати не показала прям очень-очень близко вот они прям такие блестенчики так следующий у нас идет с вами персиковый так же набираю ну просто такие влажные приятные прекрасные губки так следующая новинка это перламутр блеск для губ биосин 8 с половиной миллилитров эффект влажных губ чувственный объем и комфортная не липкая текстура этот кстати тоже не липнет их тут конечно намного больше но у меня только три и и так 34 33 это розовая магнолья давайте с вами будем смотреть прям хорошо так совпадает нет вообще-то ничего не не совпадает и нисколько вообще не похож так что будем наносить очень такой блестящий ну как помада полноценная смотрится прям такой плотненький блеск кстати забыла сделать сводчи совсем я что-то расслабилась и забыла сделать сводчи и так 34 33 розовая магнолья он больше такой смотрите рыженький идет да так далее следующий двести три четыреста один так двести три четыреста один это у нас идет нежный пион но в каталоге ребят мы вообще вообще не похож на капельки значит это розовый такой очень приятный кстати красивый суперский тон в каталоге как вы видите даже близко не он кисточка кстати удобная такая обычная такой фетровый какой-то наконечник даже не фетровый и 34 34 следующий это пурпурный гладиолус ну чтож ни разу не открывала кстати давайте посмотрим что за пурпурный гладиолус какой там рыженький рыженький можно так сказать желто-рыженький угу думаю так будет тоже лучше видно для вас давайте будем на губах тестировать ну чтож гладиолус пожал так ну и вот это вот розовая магнолья сейчас мы с вами пойдет ну не все прям такие знаете сильно перламутровые ну мне вот этот нравится очень так далее смотрите представлены вот такие вот карандашки для глаз 199 рублей так что если один идет 200 303 и он называется черный то вот я его же открыла я походу нечаянно а нет это 3104 серый но тут конечно он такой я бы не сказала что они похожи то есть тут опять не похож давайте смотреть такой очень твердый карандаш твердый до того что может быть ему надо согреться но в принципе у меня в комнате тепло я его достала не из холодильника я бы не порекомендовала такой карандаш потому что вы им ведь он больше если сильно нажимаешь он ломается и причем я нажимаю так сильно что можно повредить века если вот так сильно чертить и рисовать поэтому не рекомендую вам этот карандаш нет ни в каком случае может быть кого будет терпение может быть его как-то не знаю расплавить что перед применением далее карандашик 203 103 черный он идет кстати более мягкий более приятный уже то есть серый слишком твердый черный отлично мне понравился да то есть обычный черный хороший карандашик довольно таки мягкий и приятный вот этот прям ничего так серый очень твердый можно поцарапать действительно повредить века также идут карандашики для бровей на то есть вот есть такой вот 31 30 светлый и 3131 темный тут показано как рисовать тогда ты все такое прочее ну давайте начнем с темного тут идет такая вот штучка для бровей я это очень дело приветствую то есть карандашик стоит 749 рублей сразу же чувствуется что он будет лучше чем там подешевле который карандаш обалденный карандаш знаете я вам хочу сказать что этот карандаш он как будто угольный да то есть он такой мягкий приятный одно нажатие его уже видно он уже отпечатывается ребят карандаш стоящий карандаш крутой классный мне он нравится прямо очень нравится ну что ж посмотрим что дальше сейчас вы мужчины краситься далее значит карандаш идет светлый 31 30 тоже с такой же вот кисточкой кисточка тоже хорошая не грубая не мягкая такая самая-самая то для тушевки так открывая вот он такой шикарный карандаш просто на и шикарнейший карандаш одобряю я такими ни разу не пользовалась и мне он нравится очень причем так у меня конечно сделан татуаж как вы видите да то есть ну видно вот эти все вкрапления их видно ну что хочу сказать когда вы делаете общий макияж татуаж он хорош чем вы купаетесь еще что-то делать у вас все хорошо но когда вы начинаете делать общий макияж вы можете занести тоналочкой немножечко еще что-то и все равно вот видите я ляпнула тоналкой татуаж уже кажется неровный некрасивый ну что ж начну отлично просто отлично великолепно я люблю снизу прорисовывать прорисовывать кончик и снизу кому-то снизу некрасиво и нехорошо вот тут просто одно нажатие и все и все встает на свои места брови меня еще не украшены в седых ногах есть прямо такие мощные проплешины отличная просто кисточка и отличный цвет да ну вот если не считать седых волосков усилий волоски карандашом не как-то только нашей тушью для бровей отлично просто отлично карандаш рекомендую и мне кажется его вам хватит я не знаю на сколько лет намного это может лет на пять даже так наиболее темный или светлый это темночек так секундочку более цветной до более такой коричневых тем называть темным но я не скажу что он более цветной так ребята это шик это просто одно маленькое нажатие и все мне очень нравится этот карандаш я бы за такой карандаш и 2000 не пожалела честно вам скажу просто обалденный пока что никаких нареканий нет буду делать макияже буду рассказывать подробнее ну просто степетом тут проплешинки конечно видно но ничего вы не сделаете пока брови не покрасит не то есть чуть поделать не могу с этими проплешинка что видите вот сильно седы их прям даже уже на камеру становится видеть отличный отличный карандаш просто суперский я прям в восторге так далее карандаш для глаз с растушевкой так рисует ровную четкую насыщенную линию удобное нанесение позволяет создать четкие линии любой толщины обеспечивать стойкость в течение дня протестируем под контролем дерматологов в италии 96 и 2 натуральных ингредиентов объем цвет идеальная так это тушь 31 13 вот такой вот карандаш для глаз в принципе симпатичный да ну такой серебристый и значит вот такая вот тут кисточка растушевочка ну попробуем с вами да попробуем 31 13 карандаш для глаз черный такой хорошенький ну и давайте попробуем для губ по-моему я его снимала или нет нет ну он такой прям яркий понятно что он не под повседневный образ не подойдет потому что карандаш для очень мягкий 203 120 да то есть тут прям а вот золотистый с черным отличные мягкие хорошие приятные очень удобные карандашики я так понимаю специально созданная под тушевку так ну давайте будем пробовать что если не закрываю этот раз рукой то есть ниже ресничка просто супер прорисовывается он до такой степени мягкий что его даже не хочется давить раздавливают я специально наношу неровные ребята потому что потому что будут тушевать для тушевки мне кажется он очень даже подойдет для них кушечка такой приятненький я вообще если честно такие карандаши не очень люблю потому что я люблю подводки яркие четкие линии понятно любой карандаш мое мнение нужно закреплять тенями ну что ж поехали неплохо кисточкой мягкая у растушевки можно прям сделать отличный переход тут вот цвет забран цвет забирается потому что кисточка абсолютно спонжик новый и он понятно что он цвет впитывает я уже тут во время пауза разошлась так разошлась карандаш действительно мягко тушуется я немножко поэкспериментировала да то есть очень очень приятно видеть вот это все дело конечно же любые тени будут лучше для этого но вот это вот мягкая растушевка и потом если все это дело закрепить карандашом до карандашом сначала до накрасить а потом все это дело закрепить тенями подрастушевать это конечно бомба ребят карандаш именно не под то чтобы вы подвели и так ходили он может размазаться это факт но карандаш для того чтобы у вас получился очень стойкий макияж вот этот карандаш мне тоже понравился кстати его не очень-то нашла ценник его в каталоге а карандаш для глаз 300 рублей в принципе недорого почему-то классно мне понравилось вот этот мягкая растушевка но я лично я не рискнул так с этим карандашом ходить потому что я уверена что он скатается в веке потому что уже вот видите есть вот тут беленькая я уверена что он скатается но как подложка под тени он сделает любые тени более стойкими и более классные отлично серебристый наверно больше как дойдет как дополнение неудобно мне держать то есть сломала немножко ничего бывает то есть может быть он как дополнение к черному до подошел бы тоже он очень мягкий он просто тает на коже поэтому мне кажется что это тоже как подложка для тени не более если хочется что-то серебристое то можно взять наши жидкие тени фаберлик и просто сделать комбу да также взять допустим кисть для бровей чистую и сделать прекрасные стрелочки понравилось от этой кисточки для правей вот этой вот делать прекрасные стрелочки получаются любого цвета какого захочется все уже тут экспериментирую тушевать не пугайтесь так это уже первый слой стирается потому что губка новая потом по сути даже не двух первый слой он и должен стираться потому что первый слой как ластика работает это кубка она точно идет вот видите пошел цвет то есть нужно чуть-чуть первый раз помучатся прокрасить все красивее а потом уже пошло-поехало и будет все лучше и красивее то есть ну конечно если это можно сделать тенями как подножка по тени тоже получается очень симпатичная все таки удобно для растушевки просто супер это хорошие мягкие карандашик на тени наверх обязательно прямо обязательно он уже тут вот это место стало светлее хотим сюда навесила темный карандаш почему потому что вот у меня лека обычная да то есть она тяжелая получается обычная вот до сюда наношу по рису да вот песня до сюда тени на нашу и когда я начинаю моргать тут вот это место без закрепления она уже размазывается хотя прошло буквально несколько поэтому имейте ввиду имейте виду что карандаш любой в принципе карандаш он не долговечный не долговечный нужно обязательно вам какую-то подложку но это как под ложечка хорошо идет мы потом обязательно тени тогда не идет подводка черный и коричневая черная на и в африке черная так считаю что ее тестировать то а это 31 15 сейчас с с вами попробуем вот такой вот виде приходит давайте прям нанесу то есть вот такой коричневый оттеночек понятно что так растекаться на глазу она не будет и давайте на серых тенях попробуем она такая знаете тверденькая приятненькая видите она полосит но не пляши вид со второго слоя отлично но тут я сама немножко не косячу что нет родинка есть не так красиво смотрится так хочется макнуть второй раз вот родинку закрыла и сразу подводка стала неплохо смотреться конечно я не дождалась пока она высохнет моргнула но и это не считается любая подводка любая абсолютно подводка размажется если ее не дождать пока она высохнет поэтому вот на эту точку не смотрите внимание я вам просто показываю какого цвета коричневый до ниже ресничку тоже очень удобно прорисовывать великолепно правда есть одно нарекание она подсыхает быстро если вы уже где-то что-то риснули то риснуть надо быстро а то она будет пунктируем и ложится из-за того что быстро высыхает но для торопышек это конечно хороший плюс для меня который любит и не торопиться это минус ну и не моргайте ну хотя это палочка легко убрать нормальная подводка клёвая подводка видите карандаш дальше продолжает скатываться подводка конечно она так не скатается подводка очень даже достойная но с первого раза как вы видели она пришли но это это очень часто бывает когда вот так нажимаете проводите ведь она жидкая и вот это вот щелочка посередине это нормально для любой подводки абсолютно для любой так ну и черная подводка то есть я уж раз не буду ее наносить поверх коричневый обычно черная она не будет блестеть когда высохнет абсолютно матовый объем обычный черный подводки нормальный я уверена мама их и скрасит на ту свете тут я сделала более игривый кончик я сделала более такой ровный хотя можно да можно выровнять но я конечно накрасила же да он тут вот можно повыше загнуть уже будет лучше рассмотреться ну тут не столь суть важно тушь 3311 значит что нам обещают идеально разделяет ресницы придает им выразительный объем питательный комплекс из органических растительных мастер и восков бережно ухаживает за ресницами года до 23 года если что то мне все время просит срок посмотреть единственная коробка где нашла срок но я специально ого вот это да не вы представляете мне не хватает глаза на эту ресниц на эту кисточку ну что ж будем смотреть кстати неплохая подвивает реснички посмотрите как хорошо ну конечно как уголок глаза залезть я вообще без понятия но это прям находка находка лучше посмотрим как она вот по стойкости будет высыпаться причем как куда быстро делает и объемы все нормально нормально но что вот все большего я добиться не могу с первого раза потому что на кисточке ой да это подводка что на кисточке очень много вот этих вот штучек ну как вы видите они тоненькие маленькие на них лево налипает вообще и вот видите сколько хочется играть ну что ж пока она подсохла еще раз макнули ну как бы нет я не могу сказать что супер объем но то что за счет того что она такая большая если и красить от кончика она прям кончики подвивает и реснички прям встают да то есть если вот эти реснички посмотреть там и вот эти но они прям стоят обратите внимание встали и стоят как у куклы за счет этого тоже получается неплохой объем то что она комкуется я этого не вижу насчет стойкости пока извините но тоже не скажу накраситься не сделала к врачу куда особенно с этой с подводочкой да не с такой вот прямой а вот с этой вот загиристой получается класс конечно вот тут как прикрасить и не ляпнуть нигде это вообще квест ну хорошо мне нравится эта тушь пока нравится было тоже надо тестировать красить вот пока не пришли наши фаберликнутые вид новинки я попробую этой туши покраситься поносите на себе и все такое прочее ну и последнее что будет сегодня в этом обзоре потому что красить уже некуда да это такая штукенция жидкий корректор карандаш на основе минерально-растительного комплекса 0122 годен до января 22 года просто где написано я буду говорить вот мгновенно маскиродные совершенства кожи осветляет темные круги под глазами стирая следы усталости благодаря текстуре флюида и удобному аппликатору средства идеально распределяется на кожей выглядит естественно способ применения поверните автоматический дозатор несколько раз до появления средства нанесите корректор тонким слоем на проблемные участки вот он такой я его уже потестировала то есть когда вы его крутите вот он начинает выходить и выходит так хорошо не слабо и вот такой вот приятный корректирующий цвет у него то есть горький горький запах высутить эти места закончился сейчас будем пробовать много сразу скажу много тут еще проблемка есть но такой конечно светлого теньки для меня так ну в принципе неплохо кладется но для моей запах конечно горький очень горький запах такое знаете и нанесла я многовато но он мне нравится запах мне кажется что чем-то даже не свежим как будто он очень толстый ложится прямо так пластично распределяется если не смотреть что вот я слишком он светловат то есть отличная штука но вот особо крупные поры где особо прям крупные поры он туда начал забиваться я думаю вам должно быть видно вот видите забивается но у меня проблема с этим делом всегда потому что у меня поры реально крупные реально большие и я всегда наношу в первую очередь я наношу базу под макияж при макияж вернее делаю лица а потом уже наношу все остальное и он не высыхает то есть его нужно чем-то закреплять или фиксирующей пудрой или пудрой блюр то есть нужно чем-то закреплять в принципе наши практически тоже все таки нормальный достойный особых каких-то минусов кроме того что он как будто испорченным маслом пахнет я не вижу он реально резко пахнет невкусно пахнет и его же можно вот так чуть-чуть нанести и он действительно очень хорошо перекрывает есть знаете такое вот любопытное чувство взять второй а вдруг этот испортился и запах просто запах просто будет лучше вот так конечно лучше он наносится кисточка для консервера зенечки отлично просто отлично маскирует вот это вот место вокруг помады тоже замечательно в общем ребят понравился все хорошо но лишь бы не пах так чем-то горьким походу с каким-то ухаживающими маслами сейчас посмотрим ну вот все что про него вижу и маскирует темные круги под глазами скрывает несовершенство перекрываемая способность у него крутая жидкий корректор всего 300 рублей в составе экстракт водоросли ромашки садовой и зародышей пшеницы органовое масло мускатный шалфей масло семян подсолнечника и макадамии ну скорее всего он так и должен пахнуть да то есть почитав состав я понимаю что он так и должен пахнуть так артикул 3814 тайна ли я его вам назвала не знаю скорее всего он другого нет 3814 ореховый он один оттенок реально суперский мне понравился такой знаете розоватенький хорошенький такой оттеночек да то есть ничего но запах конечно да ну что ж мои дорогие это все по декоративной косметике стараюсь как могу ускоряюсь каждый день снимаю монтирую правда выкладываю не каждый день потому что монтировать не очень быстро удается но честно вам скажу это просто находка что-то нравится что-то нет то же самое что в компании фаберлик что-то нравится что-то нет ну как бы нормально